Приветствую вас, Ольга. Не, ну конечно, мужчина вносит какой-то свой вклад в текущую ситуацию. Тем хотя бы, что он в какой-то степени давит, в какой-то степени преследует вас. Ну, я не в том смысле, что он преследует вас как-то, что-то плохое. Нет, я так не хочу сказать. Я говорю просто, что он в определенной степени прессингует. В определенной степени прессингует. И этот прессинг, он не может не чувствоваться, да, не может не ощущаться вами, к сожалению. Вот, так или иначе. Поэтому, момент здесь такой. Вот он такой. Не очень, как бы, хороший в этом смысле. Но мне кажется, мне кажется, мне кажется, что в какой-то степени вы сами влияете на эту ситуацию. Скажем так, вы влияете на эту ситуацию. И вы влияете на эту ситуацию, вот каким образом вы влияете на нее? Тем, что, на мой взгляд, вы влюбились не в самого человека как такового, а вы влюбились скорее в то состояние, которое он вам дает. То есть, вот, ну, состояние, я имею в виду, то чувство, которое человек вам дает, да, как бы. То есть, это чувство, оно связано вот с тем, что вы написали, как он на меня запал. Да, может быть, мне следует, условно говоря, на него обратить внимание. Говорите вы. Ну, ну, понятно, что может быть, понятно, что может быть не только по этому. Но, как бы, такой вариант есть. Вот, ну, к сожалению, да, такой вариант и присутствует. Такой вариант имеется. И, конечно, это дает о себе знать. Поэтому ваши мысли связаны с тем, что у вас действительно, как мне кажется, в полном мире чувств к человеку нет. Таких, например, как у него. Мне кажется, что вы любите своё состояние с ним. Вот. Но это всё-таки не совсем то же самое, что и его чувство. То есть, это мне кажется, это немножечко, немножко другое. Вот. Ну, и из-за этого вы чувствуете себя в такой вот, знаете, я бы сказал, что-то вроде, что-то вроде клетки. Потому что, с одной этой стороны, с одной этой стороны, вроде бы вы и хотите с ним быть, потому что вам нужно то, что он вам даёт. Например, например. А, с другой стороны, у вас это стыготип, потому что, как бы, ну, чувства ваши, они всё-таки не совсем. Про, ну, именно про чувства. Да? То есть, чуть ваши всё-таки немножко про другое. Чуть ваши, они больше про потребность в том, чтобы мужчина был рядом с вами. Вот. И вот это вам нужно. Вопрос, конечно, заключается в том, из чего такая потребность вырастает. Вот. И чего не хватает лично вам, что такая потребность у вас присутствует. И такая потребность у вас имеется. Вот. Ну, это уже немножко, ну, на мой взгляд, это уже немножко детально. Ну, это не значит, что это не важно. Это не значит, что это не важно. Это значит, что просто это нужно выяснять. Вот. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что вам следует для начала разобраться в себе. Ну, для начала. Вам нужно разобраться в себе. Что это нужно. Ага. Вот. И, как я воспринимаю человека. Ну, я имею в виду мужчину. А как я воспринимаю, эм, значит, эм, его, как я воспринимаю его. И вот уже тогда, эм, я думаю, вы сможете, эм, решив свои, эм, внутренние противоречия, да, вы сможете посмотреть на человека и ответить себе на вопрос, а, хочу ли я, образно говоря, с ним быть вообще. Или мне это вот, ну, скажем так, не особо-то и нужно, да. Вот. То есть это, как ни крути, момент достаточно важный. Как ни крути, это момент достаточно серьезный. Потому что если у вас к нему чувства не такие, как у него к вам, то этот самый дисбаланс так или иначе чувствоваться будет и ощущаться тоже будет. Ну, просто потому что, эм, по-другому здесь, к сожалению, не бывает. Вот то, что можно вам ответить. То, что можно вам сказать. С точки зрения психологии, наверное. С точки зрения психотерапии. Эм, на этом все. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.